Какая тема-то? Боже мой, я только что понял, что ты не знаешь темы. Стоп, значит один диджей знает тему, другой не знает. И пять секунд до эфира, это как? Героев известного фильма «День радио» россияне знают и любят. Многие именно так и представляют работу настоящих радийщиков. Мария Сычева, ведущая радио «Шансон», подтверждает, все так и происходит. Да и в ее собственном опыте нетрудно отыскать рабочие курьезы. Забыла свою кружку, думаю, дай возьму у подруги. А знаю, что она крайне-крайне щепетильно к этому относится. Ну просто не было ничего другого под рукой, а тут 30 секунд до начала эфира. Я хватаю ее кружку, там быстро-быстро сполоскиваю, наливаю воды, прибегаю сюда, ставлю, начинаю, выхожу в прямой эфир. И случайно я ее задеваю рукой, и у меня здесь все заливается. За то время, что существует радио, в нем менялось абсолютно все, начиная от длины радиоволны и заканчивая жанровой стилистикой современных программ. Пускайте радиослушатели в свою жизнь, рассказывайте, что происходит вне эфира, что они не видят. Говорите, какие у вас обои в студии, кто зашел, из какой чашки и что вы пьете. Рассказывайте это, потому что это делает вас ближе. Если раньше слушать любимых дикторов можно было только через радиоприемник, теперь радио переместилось в автомобили и гаджеты. Для таких мобильных слушателей команда ДиФМ каждый день создает развлекательный контент, ориентируясь на взрослых и детей. Как программы для более старшего поколения, да, релаксовое звучание тех или иных танцевальных треков, которые выходят, ну так скажем, в ночное время после десяти. Рано утром мы будем всех крутой программы, утренней называется «Витамин Дэдс Юлии Паго». В дневное время у нас есть программа по заявкам «Счастливый час», где к нам звонят от десятилетних детишек, да, передают приветы своим родителям, также и взрослые поколения. Несмотря на то, что многие деятели в медиасфере говорят о скором вымирании радио, оно продолжает расширять аудиторию и часто конкурирует по оперативности с другими СМИ, уверены радийщики. Ну, телевидение, согласитесь, нужно еще сюжет суметь снять. Даже если, ну, выпуск новостей, он все равно недостаточно оперативный бывает. На радио мы имеем возможность вот включиться прямо в этот момент и рассказать нечто особенное, нечто важное. В России есть и свой день радио, который отмечают 7 мая. В этот день российский изобретатель Александр Попов соорудил первый в истории нашей страны радиоприемник. Александра Волкова, Рустам Залилеев, Телеканал Эфир.